Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели» в студии Дарья Тендит. На этой неделе в Нальчике Рашид Тимреза принял участие в совещании, которое провел секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Тема совещания – недопущение радикализации населения. При этом подчеркнута актуальность данного вопроса в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения радикальной религиозной идеологии, идеи сепаратизма и экстремизма. Проанализированы актуальные аспекты деятельности государственных органов власти и местного самоуправления, а также институтов гражданского общества по противодействию фальсификации отечественной истории, пропаганде ксенофобии и неонацизма, защите традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей. Особое внимание обращено на необходимость усиления работы с молодежью в духе патриотизма и приверженности российской государственности. Приближается День знаний. В связи с выходным днем первые звонки в российских школах прозвенят 2 сентября. Еще есть пару дней в запасе, чтобы подготовиться к началу нового учебного года. Сколько первоклашек сядут за парты в Карачаево-Черкесии, об этом и многом другом рассказала министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. Слово Ольги Савенко. Инна Владимировна, сколько человек в этом году, 2 сентября, потому что первый у нас выпадает на воскресенье, сядет за парты Карачаево-Черкесии первоклассников, выпускников, девятиклассников? В этом году в первый класс, в первый раз пойдет более 6 тысяч первоклассников. Это практически на уровне прошлого года. Также мы ожидаем, что и количество выпускников в этом году у нас останется в девятых классах на уровне прошлого года, это 5800. И на уровне девятого класса это будет где-то приблизительно 2200 выпускников. Это на 500 человек больше, чем в прошлом году. Поэтому есть с кем работать. Контингент учащихся тоже у нас год от года увеличивается за последнее время. Мы наблюдаем положительную динамику. Поэтому есть с кем работать, кого учить, для кого стараться. Все усилия, все задачи, все цели, которые мы ставили на своих августовских совещаниях перед педагогическим составом нашей республики, мы будем совместно выполнять. Цитры хорошие, они радуют. Скажите, а насколько готовы школы Карачао-Черкесии к приему наших учеников? Мы знаем, что с ремонтом некоторых из них были проблемы. Решена ли эта проблема на сегодня? У нас 16 зданий общеобразовательных организаций на сегодняшний день находятся в капитальном ремонте. И эта работа не прекращалась даже в летний период. Выходит из капитального ремонта школа номер 3 города Черкеска. Вы видите, какая обновленная стала содержательная школа. Возвращаются ребята, которые ввели процесс образования в других образовательных организациях. И также другие школы будут постепенно у нас выходить из капитального ремонта. И ребята получат свои обновленные красивые школы. Это замечательно, поскольку сегодня есть прекрасная возможность заменить инфраструктуру, обновить материально-техническую базу образовательных организаций. Поскольку каждый капитальный ремонт образовательной организации, он влечет за собой в первую очередь обновление материально-технической базы. То есть обновляются все средства обучения и воспитания, обновляется учебный фонд. Все педагоги, начиная даже от руководителя образовательной организации, проходят повышение квалификации. Также хочу отметить, что в августе месяце и в конце июля работали приемочные комиссии. В этом году таких комиссий по готовности образовательных организаций к новому учебному году, в этом году таких комиссий было 13. 12 из них муниципальные, одна была республиканская, состав которой проверял готовность подведомственных образовательных организаций Министерства образования и науки. Это комиссия межведомственная, в состав ее входили представители МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, Роспотребнадзора, представители штаба родительского общественного контроля в том числе и сотрудники Министерства образования и науки. Если в школах были какие-то замечания, то было как раз время для устранения этих замечаний до начала учебного года. На сегодняшний день весь комплекс образовательных организаций, это 351 организация в системе образования, они готовы к началу нового учебного года. Хочу отметить, что открывается с 1 сентября самая большая крупная школа на 960 ученических мест в селе Учки-Кен Малокарачаевского района. В этом году у нас ведется строительство одновременно четырех новых школ. Это в городе Черкесске шестая школа, корпус новый на 400 мест, в Адыге-Хабле школа на 600 мест, в Хабесском районе школа на 264 места и в Станице-Кордоникской новая школа на 165 мест. Поэтому со следующего года ребята получат и войдут вот в такие новые школы. Школы новые не только по форме, но и по содержанию. И это не может не радовать. Это основные достижения в части инфраструктурных процессов. Но в каждой новой школе должно быть соответствующее содержание. Мы для этого также многое дело. Должны быть хорошо подготовленные педагоги, которые должны преподавать сегодня по новым федеральным стандартам, идти в ногу со временем, заинтересовывать учеников, вести их к высоким результатам. Это должны быть победители и призеры Олимпиад, чемпионатов. И мы сегодня нашу деятельность именно настраиваем и ведем в данном векторе направления. Насколько я помню, по-моему, в прошлом году у нас не хватало порядка двухсот учителей. Скажите, какая работа проведена и решена ли эта проблема сегодня? Ведь детей кому-то надо и учить, несмотря на то, что школа отремонтирована. Дефицит кадров остается для нас актуальной проблемой на сегодняшний день. К сожалению, с года в год количество преподавателей, в которых нуждаются субъекты, в целом страна, они увеличиваются, потому что ходят наши опытные педагоги. Молодежь сегодня идет в педагогическую сферу, но не так активно, как хотелось бы. Поэтому определенный дефицит педагогических кадров мы испытываем на сегодняшний день. Порядка 4,5% сегодня у нас есть вакансий, которые закрываются, но за счет внутреннего совместительства. Но, а как правило, мы понимаем, что внутреннее совместительство, от этого страдает качество образования. Поэтому наша первостепенная задача – привлечь кадры сегодня в педагогическую сферу. И для этого тоже мы предпринимаем ряд мер и направлений, в том числе и участие в государственной программе «Земский учитель». Позволило нам за последние три года привлечь 52 педагога в школы, которые расположены в сельской местности. В год педагога и наставника по поручению главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Борисбеевича Темрезова были введены доплаты для молодых педагогов. Ежемесячная доплата в размере 5000 рублей. Сегодня получают все молодые педагоги, которые закончили высшее или среднее профессиональное образовательное учреждение. Мы понимаем, что этого недостаточно. Конечно, основной стимул и мотив для педагога – это повышение заработной платы. И мы ждем изменения, которые коснутся всех педагогических работников. Это изменения, которые будут осуществляться на федеральном уровне и касаться непосредственно системы заработной платы педагогических работников. Тогда и только тогда, наверное, будет решен вопрос по устранению дефицитов педагогических кадров в целом по стране. Ситуация в стране стремительно меняется. Мы видим, что и система образования меняется тоже. Скажите, будут ли нововведения в этом учебном новом году? Безусловно. У нас не бывает такого, что Новый год без нововведений. Этот год не стал исключением. Достаточно много нововведений в части учебных предметов и в целом в процесс вводится в этом году. Во-первых, с 1 сентября 2024 года, с начала учебного года, вводится несколько новых, хорошо забытых старых предметов. Первый предмет – это основы безопасности и защиты Родины. Теперь он будет преподаваться с 8 по 11 класса, 1 час в неделю, но содержание этого предмета кардинальным образом изменяется. Я хочу сказать, что за время летних каникул отпусков педагогических преподаватели по основам безопасности и защиты Родины проходили усиленную подготовку и переподготовку. То есть это обучение осуществлялось и на федеральном уровне, и на региональном. И приступая к преподаванию этих предметов, хочу с полной ответственностью заверить, что наши преподаватели по основам безопасности и защиты Родины полностью готовы к преподаванию данных предметов по-новому. Также по-новому мы посмотрим на предмет труд, который раньше назывался технология, еще раньше он также назывался труд. Этот предмет у нас с 1 по 4 класс будет осуществляться и реализовываться в количестве 2 часов в неделю. Вернее, с 1 по 4 класс 1 час в неделю, с 5 по 7 класс 2 часа в неделю и 8 и 9 класс также 1 час в неделю. Там тоже будут и основные базовые и вариативные модули. Он также претерпел определенные изменения. Также предмет труд будет делиться на преподавание отдельно у девочек, отдельно у мальчиков. Там вводятся новые модули вплоть до робототехники, агрономии теперь, да, сельское хозяйство мы будем активно изучать и на практике реализовывать. То есть совершенно новые взгляды на данные предметы. Также хочу отметить, что в год семьи по поручению президента Российской Федерации вводится курс в общеобразовательной организации семьеведения. Этот курс не будет как отдельный предмет, он будет как модуль в рамках проекта «Разговоры о важном». Мы тоже посмотрим на новые проблемы, аспекты, на семейные ценности, которые сегодня должны наши дети знать, которые должны поддерживать, которые должны в себе также воспитывать. То есть я считаю, что это достаточно интересные предметы, которые в этом году войдут в образовательный процесс наших общеобразовательных организаций. Ну что ж, Инна Владимировна, остается только пожелать, наверное, успехов нашим ученикам в новом учебном году. Да, конечно, у нас не за горами начала нового учебного года. Хочется пожелать и педагогам, и родителям, и нашим ученикам в первую очередь мира, здоровья, вдохновения нашим учителям, чтобы и у родителей, и у учителей были единые цели и задачи эффективного процесса воспитания и образования, успешного начала учебного года и, конечно, результативных итогов на государственной итоговой аттестации. Я думаю, что у нас все получится. Мы для этого приложили немало усилий и будем продолжать это делать совместно со всей региональной системой образования. Военнослужащие по призыву теперь будут проходить службу в пограничных управлениях, находящихся в северо-западном, дальневосточном и северо-кавказском федеральных округах. Совсем скоро погранзастава в Учкулане примет ребят, которые будут проходить срочную службу. О том, какие условия созданы и как обустроена погранзастава, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь созданы комфортные условия для прохождения службы по призыву. В этих живописнейших местах сейчас проходит службу ребята по контракту. Полностью укомплектованы спальные помещения, где также есть свои санузлы. А вот так выглядит столовая погранзаставы, где совсем скоро будут обедать срочники. В кабинете для занятий установлены проекторы, стенды с важной информацией. Новобранцы будут проходить службу на этой погранзаставе впервые с полным обеспечением всем необходимым. Условия созданы уже в полном объеме. То есть подготовлены комнаты, спальные помещения, скажем так, для военнослужащих по призыву. С весна 2024 подготовлена комната бытовых служб, комната и сучильные комнаты, столовая. Все оборудовано полностью необходимым инвентарем и всем необходимым имуществом. А вот так уютно обставлена комната отдыха для военнослужащих, где каждый может провести свободное время за чтением книг и игрой в шахматы. Особо можно выделить музейную комнату, где собраны уникальные материалы пограничниками. Часто музей посещает учащиеся общеобразовательных учреждений, которым проводят здесь экскурсии и рассказывают о значимости службы в пограничных войсках. Цель создания данного музейного образования являлась сохранить небольшую историю непосредственно данного подразделения. Больше рассказ о ней здесь. Цель, значит, активно работает пограничное управление со школьниками, соответственно, привлечение здесь всегда молодежи, чтобы можно было рассказать им. Рассказать о их небольшом ауле, крае непосредственно деятельности пограничников, что здесь непосредственно и собрано. Сейчас на погранзаставе проходят службу военнослужащие, которые заключили контракт с пограничной службой ФСБ России. На территории есть спортзал и спортивная площадка, где в свободное время ребята уделяют особое внимание физическому развитию. Для контрактника предоставлено жилье, где они проживают со своими семьями. Условия на заставе очень хорошие. В 2021 году начал проходить службу по контракту здесь, попал по распределению. Условия, как я сказал, уже хорошие. Предоставляется служебное жилье, квартира, также со мной проживают дети, жена, есть школы и детские сады. Погранзастава в Учкулане является своеобразным городком, где есть все для прохождения службы и уже совсем скоро этой осенью здесь появятся первые новобранцы. Аляхалип Шоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Автоинспекторы Карачаева, Черкесия провели в курортном поселке Архыс оперативно-профилактическое мероприятие, уделив особое внимание сфере оказания услуг туристам. Подробности в сюжете корреспондента Артура Махце. Пока одни в Карачаево-Черкесии наслаждаются красотами горных пейзажей, другие заняты обеспечением безопасности на автодорогах. Оперативно-профилактическое мероприятие полицейских в курортном поселке Архыс было направлено в первую очередь на проверку качества предоставляемых туристам услуг. Тем более, что аренда квадроциклов как автомобилей повышенной проходимости пользуется здесь огромным спросом. В первую очередь обращают внимание на использование ремней безопасности, использование мотошлемов, а также техническое состояние всего выдаваемого автотранспорта. В ходе выявления административных правонарушений устанавливается собственник, с ним проводятся профилактические беседы. Если имеется административное правонарушение, то он привлекается к административной ответственности. Профилактическим беседам с владельцами внедорожников, участвующих в организации джиппинга, было уделено особое внимание. Все-таки далеко не каждый собственник квадроциклов или его персонал соблюдают существующие требования, следят за состоянием транспортных средств. А ведь неисправность авто может привести в том числе к трагическим последствиям. Наличие лицензии, контроль технического состояния внедорожников, их обслуживание, предрейсовый медицинский осмотр – это и многое другое должно быть в полном порядке. Общались дорожные полицейские с туристами, которые решили разнообразить свой отдых экстремальной поездкой по бездорожью. Объясняли им правила пользования квадроциклами. К примеру, что ремни безопасности – это неформальный атрибут, а чаще всего жизненная необходимость. Ремни необходимы? Да. Но проверяли, допустим, обслуживающая организация, спрашивала, есть ли у вас права наличия возможности управлять транспортным средством? Да, спрашивали. А то, что у транспортного средства нет номеров, ну понятно, что это не туристов вина. Ну да, мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. В ходе последних рейдовых мероприятий было выявлено 28 административных правонарушений. Из них по использованию ремней безопасности 5 нарушений, использование мотошлемов было, и 4 транспортных средства было направлено на прекращение регистрации в связи с изменениями в конструкцию кузова. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством России. Артур Макцелий-Бастанов при содействии Пресс-службы регионального управления МВД. Вести, Карачао-Черкесия, Архыс. Продолжаем выпуск. Назир Азретович не дожил до своего 76-летия чуть больше месяца. О жизни и судьбе человека, который оставил яркий след, в репортаже Аллы Динаевой. Он прошел путь от рядового хирурга до главного врача. И многолетняя деятельность Назира Лабженицы достойна пример большого трудолюбия и ответственного отношения к своему благородному призванию в верности клятве Гиппократа. Он по праву снискал авторитет в медицинском сообществе и признание многочисленных пациентов. Сразу по окончании учебы в Ставропольском государственном медицинском университете Назир Лабженицы приступил к работе врача-хирурга в Хабецкой районной больнице. С 1980 года трудился в Карачаевске сначала хирургом, а с 1995 года главным врачом. Он всегда содействовал применению научных теоретических достижений на практике и, несмотря на загруженность административной работой, продолжал лечить людей на высоком профессиональном уровне и пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и населения. Вклад в медицину Назира Азретовича был отмечен и на государственном уровне. Ему присвоили звание «Заслуженный врач Карачаева-Черкесии». Назира Азретович был настолько всесторонне развитый человек. Для него, допустим, та же литература классическая, российская, от поэта Пушкина, Гончарова, Лермонтова, тот же Сенеков, философы, Плутарх, Ярослав Гашика возьмешь, или Ремарка. Он вообще все эти книги читал, он знал такие авторы, которых я никогда и не слышал, если честно сказать. И он всегда цитировал, он на память много знал из тех произведений, которые он читал. С ним было всегда интересно общаться, у него можно было всему научиться. И самое удивительное для меня было знание карачаевского языка у Назира Азретовича. Я, например, в среде всех знакомых моих не было такого человека, которым знал карачаевский язык совершенно, как Назира Азретовича. Откровением для меня было знание его языка. Кроме этого, будучи уже 40 с лишним лет стажем врача, я видел, как он общался со своим внуком Артуром. Он знал материал институтский, начиная, вот анатомию от костей начинал и кончая высшей нервной деятельностью человека, он владел всеми вопросами. Он владел вопросами физики, химии, школьным материалом, институтским материалом. Был разносторонний, вообще энциклопически образованный человек был. Всегда, вот это молодые специалисты наши, особенно хирургического профиля, всегда находили у него поддержку. Он неоднократно, вот в моем простудии, в тяжелых случаях всегда проходили разбор, он всегда детально изучал вопрос, объяснял этому врачу действия. Он с тех же врачей всегда требовал, прежде чем идешь на какую-то операцию, возьми по новой, прочитай это в учебнике, изучи материал. Вроде ты все знаешь, но это нельзя знать, можно всегда забыть. Работали с 2011 года, считайте, 12 лет мы вместе поработали. У нас были разные кабинеты, а потом мы предложили главврачу, чтобы он дал нам один кабинет. И мы все эти 10 лет вместе работали в одном кабинете, хотя могли и находиться в разных помещениях. С ним было интересно всегда. С будущей супругой Раисой Джумалиевной Назир Лабженидзе познакомился еще на первом курсе мединститута. Вместе они прожили 54 года и вырастили сына и двух дочерей. У них шесть внуков. Династию врачей продолжили дочь Асият, внук и невестка. Один из внуков отслужил и получил медаль участника СВО. Другой внук в настоящее время проходит срочную службу в рядах российской армии. Я приехал в Карачаевскую больницу в 2003 году. Тогда он меня определил в реанимационное отделение. Под его руководством я начал уже в реанимационном отделении. Конечно, мы все на него равнялись. Его спокойствию, его уму, его таланту, который он мог выйти во время операции из любых сложных ситуаций. Он никогда не паниковал во время операции. Он, наоборот, там, если мы начинали паниковать, что-то не так, говорит, а что вы паникуете? Все будет нормально. Это были его слова. Когда мы молодые доктора, мы не могли сами больного интубировать, вводить наркоз. Он сам и работал анестезиологом долгие годы. Он сам уже нам помогал, как это все делать. Конечно, я последовал его примеру. Я очень благодарен судьбе, что мне посчастливилось с ним поработать. Он один из самых человечных людей, который мне посчастливилось встретиться, который меня всегда учил. Спокойствию, размеренности, быстрее принимать решения. Он всегда говорил, вечером думаешь, находишь 100 вариантов ответов, и из них один должен быть самый один оптимальный. Назира Лапженидзе был светлым, отзывчивым и добрым человеком. Умел дружить и всегда был готов прийти на помощь. Я считаю, что мне повезло. И вообще мне везло. И с семьей мне везет, и с коллегами, и с коллективами. Этнографический музей «Карачаевское подворье» на Медовых водопадах отметил юбилей. Десять лет назад руководитель известного курорта Муса Баташев решил, что помимо развлечений отдыхающие должны знать об истории, обычаях и традициях местного населения. И воплотил в жизнь свою идею. О том, что из этого вышло, расскажет Алла Качиева. Даже если по минимуму считать, что 200 человек посещают в день, за день следствия у нас образуется полторы, полтора миллиона человек там. Ну, я думаю, что где-то порядка двух миллионов посетило. Ну, это очень хороший показатель. Думаю, что на юге России ни один музей такой посещаемостью не может похвастаться. Всё началось 10 лет назад со сторожевой башни, которую построили здесь, на Медовых водопадах, по подобию старинной. Спустя время внутри обосновался очаг карачаевской культуры. И Карачаевское подворье пополнилось десятками экспонатов. Заходя в музей, попадаешь в другое измерение. Здесь как будто остановилось время. В Карачаевском музее на Медовых водопадах представлены десятки экспонатов 19-20-21 веков, самому старинному из которых более тысячу лет. Достопримечательности разных эпох, найденные в окрестностях Малокарачаевского района. Старинная одежда, кухонные приборы, разные виды оружия, бытовые предметы, лошадь и баран карачаевской породы, другие животные. Сегодня в этнографическом музее есть на что посмотреть и чем удивить. И юбилей карачаевского подворья разделили те самые гости. Делегации из Кабардино-Балкарии, городов и районов Карачаева-Черкесии, руководство администрации Малого Карачаева, многочисленные туристы со всех уголков России. Хотел бы поблагодарить руководителя этого туркомплекса за тот труд, который он вкладывает в развитие, для развития туризма, за его общественную позицию, за то, что он один из тех, который поддерживает участников спецоперации наших ребят на передовой, не просто словами, пожеланиями, а конкретно материально. Очень важно, что здесь не только красота природы, красота человеческой души, но и главное, распространяются традиции карачаевского народа и того народу, который здесь исконно проживает. Соответственно, есть и музеи, и национальные блюда, и много чего еще. Поэтому люди, уезжая из медовых водопадов, зайдя в этот этнографический центр, музей, они получат гораздо больше информации о том, что здесь, откуда здесь, ну и главное, о народе, его быте, который здесь, собственно, из поколения в поколение существует. Мастер-классы по народным ремеслам, выступления фольклорных коллективов, угощения, приготовленные по старинно карачаево-балкарским рецептам, были представлены присутствующим. Тут представлена наша кухня, карачаевская кухня. Я написала вот эту книгу, там я раскрыла 52 блюда карачаевской кухни. Но есть такие блюда, которые уходят со стола карачаевца. Это крымфчин, это халпама, это хулчумак. Вот, понимаете, вот это уходит. Очень жаль, конечно, я научилась от своей мамы, которая прекрасно готовила все, все делала. Поэтому мне очень приятно все это представить всем, кто бы подошел ко мне. Планов по сохранению истории, языка, обычаев, традиций, культуры и по развитию туристической отрасли у руководителя медовых водопадов Муссибаташева много. Мы вообще планируем где-то вот с сентября месяца проводить мастер-классы в субботу, воскресенье в один день в неделю. Это по изготовлению наших чинов, наших сыров, там мастер-классы по туристической отрасли и так далее. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok